сейчас разберем очень важную тему это передача данных между контекстами но в данном случае соп и общ контекст а также передача данных между двумя разными соп нодами вот давайте с этого и начнем создадим два примитива наши любимые сверка и боксик сейчас это у меня два разных объекта как мне из одного объекта передать результат моделирования в другой объект ну просто перекинуть геометрию я захожу в объект в которой мне нужно перекинуть геометрию это у нас сферка и создаю здесь ноду она называется object merge именно с помощью этой ноды мы можем из одного объекта перекинуть геометрию в другой объект что нам нужно сделать самом верху object 1 выбираем какой-нибудь оператор если я выделю просто объектную ноду то будет выбрана нода с дисплей флагом но можно и конкретно выбрать какая вам нода нужна так сейчас я выберу так нажимаем accept как видите здесь можно добавлять несколько объектов из разных нод импортировать сейчас мы обойдемся одним и переключимся на эту ноду и теперь видите что сфера у меня тоже стала боксом почему так произошло почему этот бокс не остался стоять на месте здесь давайте вспоминать разницу между глобальным и локальным пространством сейчас мы заходим в бокс и мы переходим в локальное пространство этого объекта как видите центр у него стоит в нуле в нуле координат локального пространства то что он сейчас у меня здесь не в нуле это потому что я подвинул сам объект не могу подвинуть куда угодно от этого локальное пространство не изменится она рассчитывается отдельно здесь своя система координат соответственно заходим сюда и в этой ноде object merge по умолчанию у нас тут стоит пустая строка это аналогично если поставить но он будет более понятно то есть мы не применяем никаких трансформаций и эта нода также немного подвинута где-то в пространстве в глобальном но локальное пространство у нее находится на том же месте это значит мы берем через object merge импортируем из другого локального пространства в наше локальное пространство кубик и так как там он был в нуле сюда он импортируется тоже в ноль в нулевые координаты локального пространства поэтому они со сферой совпадают сфера также в нуле у нас стоит и боксик стал на ее место здесь я думаю понятно теперь у нас есть еще два варианта включим режим into this object то есть импортировать другую геометрию с учетом трансформации геометрии в этом случае боксик перемещается туда где он находится глобально в сцене учитывая трансформации объектов давайте я сделаю мерч чтобы мы видели где была сфера куда переместился боксик добавим здесь ноду transform и немного крутаним боксик чтобы они у нас не совпадали теперь мы видим где был оригинальный бокс и куда импортировался новый поднимаемся наверх теперь подвигаем сферу и вы видите что боксик остается стоять на месте почему потому что он импортируется в этот объект с учетом его трансформации а также трансформации исходного объекта и пытается его поставить туда где он находится в глобальных координатах если я сферку подниму сюда и зайдем в этот объект то относительно локальных координат этой сферы бокс у нас ушел ниже нуля это значит что в локальном контексте данной геометрии боксик у нас все время перемещается а сфера остается на месте то время когда его так двигаю объект точки сферы на геометрии не меняют своих координат а боксик постоянно перемещается с той целью чтобы остаться на месте в глобальном пространстве зайдем обратно в object merge у нас здесь есть третий вариант into specific object что это значит если мы оставляем поле пустым это фактически означает первый вариант но он то есть не применять трансформацию если мы здесь поставим точку это означает второй вариант в эту ноду . означает ссылка на себя ну либо мы можем указать какой-то другой объект давайте сверку скинем назад и создадим нулик с помощью него мы хотим передавать трансформацию здесь указываем нулик как видите здесь можно выбрать только объектный контекст ноды объектного контекста есть давайте пробовать мы теперь двигаем сферу и боксик двигается вместе с ней а если мы двигаем нулик боксик почему-то двигается в противоположную сторону что здесь вообще происходит не совсем понятно давайте теперь сделаем вот что чтобы понять что происходит мы упростим сценку расставим ровненько это сюда зайдем сферу включим сейчас вот этот режим импортировать в текущий объект теперь как я уже говорил когда я поднимаю сферу боксик у нас опускается чтоб компенсировать смещение объекта и переместить боксик глобально туда где он стоит в другом объекте это я думаю понятно да теперь заходим сюда и переподключаемся к нулику что в этом случае происходит теперь идет компенсация трансформации именно нулика смотрите я теперь поднимаю нулик и боксик снова смещается вниз чтобы компенсировать смещение нулика но так как сфера у нас стоит на месте то соответственно боксик у нас двигается вниз если а сферу и креплю к нолику то тогда боксик будет стоять на месте потому что сфера тоже двигается также как и нолик если же мы ее отцепляем то тогда боксик двигается вниз думаю что он сейчас находится внутри этого объекта и пытается компенсировать его смещение при этом если мы двигаем саму сферу то никакой компенсации нет потому что ее трансформация не учитывается это и в общем то и все три варианта импорта геометрии из одной ноды в другую здесь вам останется просто просмотреть какие есть опции импорта например можно инвертировать информацию создавать группы импортированной геометрии импортировать несколько объектов и другие полезные штуковины но это вам на самостоятельное рассмотрение